В Омске не могут продать около 3,5 тысяч квартир. Строительный рынок и рынок недвижимости продолжают снижение на волне неблагоприятной экономической обстановки. Не продаются около 30% всего введенного многоквартирного жилья. Вместе с тем в 2017 году будет построено всего 700 тысяч квадратных метров. Из-за стагнации рынка было принято решение отложить вопрос по сносу домов 335 серии. На месте Хрущева к некому строить высотные дома. Что на самом деле происходит на рынке недвижимости? Мы сегодня поговорим с директором компании ОМОКС и действительным членом российского общества оценщиков Максимом Репиным. Приветствую, Максим Александрович. Добрый день. Итак, все-таки вот что происходит на рынке недвижимости, ну, по крайней мере, в Сибири сейчас? Ну, во всех городах Сибири тренд примерно одинаков. Рынок находится в стабильной фазе и плавно нащупывает дно рынка. То есть после достаточно активных лет, так сказать, снижения мы стабилизировались. Общее плавное снижение рынка практически сопоставимо во всех городах России и в Омске в частности. Я думаю, что в районе третьего квартала 2017 года мы стабилизируемся и снижение практически прекратится. По крайней мере, оно точно будет не ниже, чем инфляция. Если говорить о спросе, понятно, что в последнее время он либо падал, либо никак вообще не изменялся. Какова ситуация сейчас? И в ценовом варианте, то есть какие регионы наиболее привлекательны с точки зрения приобретения именно недвижимости? С точки зрения приобретения, я думаю, что привлекательны те регионы, где возможно снижение минимально, с точки зрения, так сказать, возможных потерь при инвестициях в недвижимость. Но если смотреть глазами покупателя недвижимости, это же все-таки, если мы говорим о сегменте жилой недвижимости, это не инвестиционные вложения. В большей степени это вложения для проживания, для использования этой недвижимости, так сказать, по прямому назначению. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что какой-то регион более интересен. В каждом регионе есть свои жители, и они приобретают недвижимость, надеясь улучшить комфортность своего проживания, свои жилищные условия. Если говорить о спросе и цене, какой диапазон цен сейчас наиболее популярный, и на какое все-таки жилье, если так задавать вопрос, сейчас больший спрос? Это вторичка, первичное жилье новостройки? Спрос достаточно стабильный, хоть и низкий, но как на первичный, так и на вторичный рынок. В течение 2016 года у нас на первичном рынке было выкуплено более тысячи квартир. Я имею в виду, что в целом объем предложения снизился более чем на тысячу квартир. То есть рынок за 2016 год поглотил с 4 тысяч. Наше количество предложений спустилось до 3 тысяч. Поэтому мы видим, что в целом объем предложения на первичном рынке существенно снизился. Он будет продолжать снижаться. И в 2017 году мы увидим количество предложений уже менее 3 тысяч на первичном рынке. То есть рынок поглощает квартиры, на самом деле они продаются, уходят с рынка. И объемы строительства не удовлетворяют, не дают то количество, которое рынок в принципе готов потреблять. Поэтому общий объем предложений на первичном рынке будет снижаться, что приведет к концу 2017, в начале 2018 года к дефициту жилья на первичном рынке, что в свою очередь подтолкнет, так сказать, с одной стороны цены вверх, и цены на первичку точно начнут расти, но и подтолкнет застройщиков к строительству. Если говорить об ипотеке, вот этот сегмент рынка, он по-прежнему достаточно популярен? Ипотека является драйвером роста рынка. Ипотека очень серьезно влияет на развитие рынка. Является очень популярным инструментом, необходимым для приобретения жилья. Как на первичном, так и на вторичном рынке. Здесь популярность достаточно серьезна и в первичке, и в вторичке. Но в 2016 год ипотека активно росла, мы увидели хороший процент прироста по данному инструменту инвестирования, несмотря на кризис. Но на самом деле покупательская способность как бы снижается, и поэтому привлеченные ресурсы в долгосрочную перспективу, они прирастают. То есть мы видим, что ипотека очень хорошо приросла в 2016 году, однако сопоставляя первый квартал 2016 и первый квартал 2017 года, мы видим снижение ипотеки на 15%. То есть вот этот вот рост, который был в 2016, вряд ли повторится в 2017 году на рынке ипотеки. Но вы уже сказали, что к концу года рынок нащупает свое дно, там, и, возможно, начнет расти. Ваш совет, наверное, последний вопрос. Что сейчас делать россиянам? Стоит приобретать жилье, стоит немножко подождать? Это перспективное вложение средств там какое-то. Учитывая текущую фазу развития, учитывая стабильность цен и понимая, что каждый россиян, продавая или приобретая, стремится, собственно говоря, не просто продать и получить деньги, а как-то улучшить свои жилищные условия, можно сказать, что стабильная фаза рынка как раз возможность для всех россиян улучшать свои жилищные условия. Поэтому сейчас, пока все стабильно, пока не штормит, необходимо присматривать новые варианты, есть вся возможность к обменам, к продаже, к приобретению нового. И сейчас очень благоприятные условия на рынке для того, чтобы улучшать свои жилищные условия. Максим Александрович, спасибо большое, что нашли время для этого разговора. Ну а телезрителям я напомню, что диалог у нас сегодня был с директором компании ОМЭК с Максимом Репиным. Продолжение следует...